Всем огромный привет! Сегодня у нас пятница и сегодня я для нас на ужин готовлю салат сугробы. Ну как бы не совсем обычным для меня способом я буду готовить этот салат, потому как я раньше его делала немножко по-другому. Начала я его готовить где-то примерно около 10 лет назад, а домой с работы и нашла листок вырванный с журнала, и там был вот этот вот рецептик салата. И я, конечно, взяла его себе на вооружение, и нам он очень-очень понравился, такой вкусный и такой необычный был, и понравился всей нашей семье, и мама у меня взяла рецепт, ну короче, все знакомые брали рецепт и готовили, и всем очень нравился. Это я буду жарить куриное мясо и вместе с луком, а обычно я просто варила грудку. Почему у меня возникла такая необходимость? Ну я захотела мясо с бедрышек, вот я два бедра взяла, и маленький кусочек грудки, остальную грудку с курицей я вырезала для отбивных. Ну какая разница, в принципе, думаю, поужинать нам пойдет. И он будет, вот это вот мясо у меня будет с луком жареное. И яйца я вот сварила 7 штучек, и для этого салата, мне кажется, на мой взгляд, чем мельче яйцо, тем лучше, потому что, ну, больше сугробов, и количество ингредиентов я, конечно же, не указываю, потому как у меня будет вот такой объем, овальная такая форма у меня будет. И я всегда в этот салатик готовила именно в этой форме. Ну что же, приступая к приготовлению, для начала я буду резать лук. Лук я порезала, сейчас я налью в сковороду ложки, ложки-две масла, и высыпаю лук. Сама бегу быстренько резать курицу. Курицу режете как вам угодно, как вам нравится. Курицу я порезала, и бегу добавлять ее к луку, обжаривать. Пока у меня тут обжаривается курочка луком, я сейчас прикрою крышкой, и я иду фаршировать яйца, начинять поменять. Яйца я разрезала вдоль, теперь я желточки убираю, вытаскиваю. Мне нужно будет их немножечко подобрить майонезом, горчичкой, чесночком. Ну, как вы любите остренькое, так чесночок добавьте. Не любите острое, так можно не добавлять чесночок. Видите, сколько у меня тут сугробов получилось. Я люблю в салатах яйца, очень правда, и чтобы побольше было. Поэтому я всегда не жалею яиц в салаты. Вот, видите, у меня получилось 14 половинок. Сейчас, значит, я сделаю эту начинку и включусь. Я приготовила 3 зубочка чеснока, сейчас я измельчу их и добавлю в яйца. Я измельчила чеснок, кладу его в яйца. Вернее, не в яйца, а в желтки. Теперь мне надо это размять. Но сначала я хочу сюда добавить горчичку. Мне не очень удобно снимать. Я добавила сюда примерно пол чайной ложечки горчицы обычной. Потом вот это зерноводие добавила, пол чайной ложечки. И ложечку майонеза. Теперь я это все перемешаю. И вот этим я буду начинять половинки белков. Все ингредиенты уже приготовлены на столе. Яйца я начинила. И теперь остается собирать салатик. Первое, что я делаю, это наливаю сюда из пачки майонез. Теперь я его разравниваю лопаточкой, так как у меня первый слой будет из картошки. Она у меня сухая не была. Я и селедку под шубой, когда делаю, тоже так готовлю. Так, количество картошки зависит от того, насколько вы любите эту картошку. Это раз. Второе, если вы готовите для себя, то это очень бюджетнее получается, когда много картошки, сытнее. А если для гостей, то, конечно, кладите поменьше. Вот так я тру картошку. Да, я ее тру на весу. Мне кажется, что салатик получается более нежным, рыхлым. Сейчас я дотру картофель, выключу камеру, неудобно. Картошку я варила в мундирах, я ее не присаливала. Поэтому немного присолю. Совсем будет не соленая, не вкусная. И потом я редко готовлю салатики. И майонеза кладите столько, сколько вам нравится. Можете сеточку делать, любители сеточки, можете делать сеточку. Мне нравится пропитанный салат. Поэтому я кладу майонеза, как мне нравится. Итак, мой первый слой готов. Слой из картофеля. У меня первый случай, как я говорила, первый вариант. Я готовлю для себя на ужин. Поэтому у меня толстый слой картофеля. Сейчас вторым слоем я буду тереть морковь. Вторым слоем морковь я потерла. Немного ее присаливаю. И тоже обильно смазываю майонезом. Третьим слоем у меня будет куриное мясо, обжаренное с луком. Раскладываю его ложкой. Слой курицы я ничем не буду смазывать. Он и так достаточно сочный. Я кладу прямо эти половинки фаршированных яиц на мясо. Мне осталось потереть лишь сыр. И чтобы сыр хорошо прилипал, я вот так вот яйца смазываю майонезом. Салатик у меня получился очень сытным. Сами видели, сколько я туда картошки положила. И его можно как использовать на ужин, как самостоятельное блюдо. Можно и на ужин с таким салатом. Ну вот и все. Сейчас я буду тереть сыр. Сыр я потерла на мелкой терочке. И теперь присыпаю. Делаю снежок. Мне нравится этот салатик. Красиво выглядит. Очень вкусненький. Хотя, казалось бы, те же самые ингредиенты, что мы обычно кладем в салаты. Но, тем не менее, приготовлен по-другому уже. Яйца фаршированные. И вкус другой. Что я хочу сказать, девочки, кто не готовил этот салат, ну, мало ли, вновь подрастающее поколение, приготовьте, попробуйте. Вам понравится обязательно. Можете, как я, сделать неправильно, а можете отварить куриную грудку и сделать с куриной грудкой. Я сейчас выключу камеру и присыплю его, чтобы мне ничего не мешало. Салатик я обсыпала сыром. Все, я готова к приходу гостей. Пожалуйста, угощайтесь, дорогие мои. Ну что, на этом я не прощаюсь. Скоро придет мой муж, начнет пробовать. Пришел мой муж с работой, сели мы ужинать, достала я салатик, и вот пытаюсь все слои зацепить. Вот так это все выглядит. Можно уже пробовать? Я думаю, да, ты мой благодарный клиент. Всегда меня хвалишь. Не могу хвалить. Хочу поглощать это чудо. Я прощаюсь с вами на этой ноте и хочу пожелать всем огромного здоровья, счастья, подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Всем мы очень рады. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok